На этой неделе с 25 июня началось и продлится до 1 июля включительно общероссийское голосование по вопросу о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Искитимцы параллельно с голосованием примут участие в открытом опросе, значимом именно для их городской территории. 25 июня в числе первых на избирательный участок прибыл глава города Сергей Завражин. Выполнив свой гражданский долг, одновременно глава проконтролировал работу участка номер 1380, расположенного в парке культуры и отдыха имени Каратеева. Сергей Владимирович убедился, что соблюдаются все противоэпидемиологические меры. На входе всем выдают медицинскую маску, перчатки, ведут температурный контроль. Глава подчеркнул, что проголосовал бы непременно, даже являясь рядовым гражданином страны. Поправки, которые вносятся как раз в этом году, они касаются каждого россиянина, в той или иной степени. Во-первых, касаются всех возрастов, если мы говорим о работающем населении, это выплаты заработной оплаты, не меньше прожиточного минимума, если мы говорим о пенсионерах, какой-то ежегодная компенсация пенсий. То есть оплатывают все слои населения. Параллельно с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации, жители Искитима, заполнив анкету «Бюллетень», путем открытого опроса выбирают, на реализации каких наиболее значимых для территории инициатив направить средства народного бюджета. И что важнее для муниципалитета. Речь идет о том, что он уже и был выстроен, диалог с населением у власти, а теперь еще более, скажем так, расширили и подкрепили эту инициативу. Суть в чем? Значит, каждому субъекту Российской Федерации будут выделяться средства из федерального бюджета. В частности, Новосибирской области выделено 300 миллионов рублей в этом году как раз по народному бюджету. И предложено населению нашему высказать свое мнение, на какие нужды того или иного населенного пункта хотелось бы направить эти средства. То есть на развитие физкультуры и спорта, на развитие общественного транспорта, на детские спортивные площадки, на ЖКХ. Я написал на развитие общественного транспорта и на организацию детских и спортивных дворовых площадок. Я считаю, что для Эскитима это самые важные проблемы, особенно общественный транспорт, конечно. Вот поэтому от того, насколько активно наше население в этой акции народный бюджет поучаствует, соответственно, в зависимости от этого и будут распределяться средства внутри области, внутри поселений областных. Ну и надеюсь, что, конечно, город Эскитим в этой акции тоже поучаствует, соответственно, получит какую-то долю средств, которая, безусловно, для города будет полезна в любом случае. Также на избирательных участках одновременно проходит сбор подписей за право присвоения Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Напомним, что ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф. Новосибирск 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 Новосибирск